Первое, спасибо всем, что присоединились к закрытой группе. Все, я переключаюсь на экран, потому что у нас будет... Я приготовил презентацию по слайдам, чтобы по частям пойти, что с чем связана вся картина, что существует, что не видно простому глазу, скажем так. Это будет интересно. Знаете, в чем фишка фокуса? Это когда внимание, удержать внимание не там, где происходит фокус, а там, с помощью чего хотят спрятать истинный маневр. Так вот, у Ripple это отлично получается. Начнем с того, что мы все знаем, что несколько времени назад Yoshi Takakitao вошел в Board of Directors компанию Ripple. Мы знаем, Yoshi Takakitao, что он один из самых выдающихся личностей, которые делают все возможное, чтобы продвигать компанию Ripple и Token XRP. Ну и, конечно, SBI Holding, директор которого и является Yoshi Takitao. Итак, посмотрим по пунктам. Yoshi Takakitao вошел в Board of Directors в Ripple. С 1974 года до 1999 года он также работал в SoftBank Corporation. Это нужно заметить. Идем дальше. Но когда мы говорим, что SBI продвигает Ripple и Token XRP, нужно понимать под этим то, что SBI создает полноценную инфраструктуру для применения технологии Ripple и использования его токена XRP. Что содержит в себе эта инфраструктура? То есть, если нужно, чтобы, к примеру, с помощью кредитных карт могли люди оплатить XRP, у них есть для этого Virex. Если нужно, чтобы с помощью мобильного приложения люди хранили XRP, для этого у них есть CoolX Wallet. Смотрите, к примеру, CoolX Wallet 40% компаний купили. В Virex они инвестировали 3 миллиона, но инвестировали в самом начале. Они инвестировали в компанию Tempium 10 миллионов долларов. Компания, которая будет заниматься вторичной, это exchange будет, но вторичный exchange, где будут продаваться и приобретаться security токены. Но поскольку все эти продажи и покупки будут совершены с помощью токена XRP, Tempium, очень важное звено в цепочке, потому что, как мы знаем, XRP в первую очередь должна быть валютой, которая будет соединять все возможные механизмы для денежных переводов. И еще был стартап, который был в Сан-Франциско, так же, как и Ripple. Мы знаем, это Брэд и его токен. Это Wallet. То есть, здесь они инвестировали 15 миллионов в самом начале. То есть, если посмотреть на то, что SBI инвестирует огромное количество средств во все возможные объекты, которые будут все вместе представлять эту инфраструктуру, где Ripple и токены XRP можно будет использовать, SBI делает все усилия для этого. Идем дальше. SBI также в партнерстве с Хоуби, мы знаем, да, этот экшенж полностью регулируется, этот экшенж, кстати. У них нет проблем ни с кем. К примеру, как Binance все время уходит из проблем. SBI с Хоуби начали уже продавать XRP как фьючерсы с помощью биржи Хоуби. SBI, оно влаживает огромное количество средств для того, чтобы использовать XRP в своей инфраструктуре. Что мы хотим сказать под понятием своей? Сейчас время, когда такие огромные компании, как SBI, они могут создать для себя доминированную позицию в рынке для того, чтобы через 3 или 5 лет они могли доминировать. Вот что я хотел сказать. Поэтому они начали с самых простых и самых важных элементов. В полном списке SBI, если посмотреть, у нас тут огромное количество и от маленьких приложений, как, к примеру, кошельки, до R3, которая соединяет больше 300 самых больших корпораций. И R3 – это платформа, в которой огромное количество приложений для этих корпораций касательно финансовых и документохранений. Это полный список, во что инвестирует SBI. У нас тут есть, к примеру, еще и MoneyTab, о котором я не буду говорить, поскольку вы все знаете об этом. Вернемся к самому первому слайду. Я говорил, что Юшито Китао также работал в SoftBank. Помните, что я в самом начале сказал, что самая главная фишка фокуса – это в том, что люди не видят, не смотрят туда, куда надо. Так вот, SoftBank – это огромный конгломерат интернет и телеком. И если мы посмотрим на SBI Holding, мы должны понимать следующее, что SBI Holding – это SoftBank Investment Holding. То есть SBI – это для черной компании SoftBank. Тут некоторые из вас, наверное, подумают, ладно, зачем нам знать, что SBI – это SoftBank. Это очень важно, поскольку SoftBank за 31 миллиард долларов купили полностью ARM. Мы знаем, процессоры ARM используются везде, во всей электронике, и в смартфонах, и в любых умных гаджетах. Но что еще важно, SoftBank купила 15% компании Uber. Идем дальше. Это люди, которые работают в главе SoftBank. То есть не простые работники, а стоят во главе SoftBank. И что мы видим тут? Я специально красным выделаю. Юн Ма. Кто знает это имя? Юн Ма. Юн Ма многим знаком, как Джек Ма, создатель самого большого онлайн-бизнеса в мире. Создатель Alibaba Group. Понимаете, куда мы идем? Alibaba – это самый большой онлайн-маркет. А вот и наш Джек Ма. То есть Джек Ма в ворде директоров SoftBank, который имеет 15% Uber и полностью владеет компанией ARM. Также весь SBI Holding со всеми своими инвестиционными активами, они все принадлежат SoftBank. Идем дальше. Джек Ма также. Если мы посмотрим биографию, можем увидеть, что не только SBI Holding и Alibaba открылись в то же время, в 1999 году. Это не так уж важно. Важно то, что Джек Ма до сегодняшнего дня является директором SoftBank Group Corp. До сих пор все показывают, что SBI – это отдельная такая компания в Японии, которая продвигает XRP. Цель этой презентации в том, что XRP не продвигается, оторванная такая от всего мира. Оно продвигается самыми большими игроками бизнес-мира. То есть использование XRP, которое продвигает SoftBank. Будет там, где SoftBank имеет влияние. А SoftBank имеет влияние в Uber. SoftBank имеет влияние вот здесь, везде. И SoftBank, поскольку директор SoftBank – это Джек Ма, значит, Alibaba и Alipay, будет интегрирована и Ripple, и XRP. Идем дальше. Это три фотки страниц презентации Ripple. Если будьте внимательны, то Ripple вначале всегда в своих Ripple Drop видеороликах и интервью они всегда продвигали XCurrent в первую очередь. И потом начали продвигать XRapid. И прошлое видео, которое вышло примерно 2-3 дня назад, они все говорят исключительно про XRapid. Но вот, что самое важное, мы должны понимать, что для XRP нужна ликвидность. Поэтому сначала важно было, чтобы люди как-то, компании как-то перешли на использование технологии от Ripple. И поскольку нет регуляции, они не могут использовать XRP, потому что XRP как таковой еще непонятно. Ну, конечно, мы знаем, и это понятно, что XRP – это деньги будут. Но в любом случае юридически это не оформлено. Поэтому сначала XCurrent, потом XCurrent – обновленная версия, которая имеет функцию использования XRapid одним нажатием. А XRapid используют, как ликвидность, используют XRP. И сейчас у нас есть XCurrent 4.0. Все компании, которые находятся в тех странах, где есть регуляция, какая-то форма, к примеру, есть Sandbox, в рамках которого можно использовать XRP. Самое первое для Ripple – это было делать все возможное, чтобы компании перешли на использование первой технологии Ripple, которая никак не связана с регуляторами. Набрали клиентов. И сейчас все работают над тем, чтобы после регуляции, когда XRP будет официально деньгами, средством, все эти компании перейдут на использование XRapid и автоматически XRP. Тут важно понять, почему они это сделают. Потому что, смотрите, к примеру, MercuryFX, когда MercuryFX представляет, что они экономят десятки миллионов долларов на платежей клиентам, это не может остаться в стороне. Ни один конкурент не может выжить без того, что если у них, к примеру, они отправляют 1000 долларов, и 65 долларов взимается как комиссия, а компания в той же сфере тот же самый перевод делает за 4 или 8 доллара за комиссию, тогда автоматически конкуренция убивает всех тех, кто не подключается к использованию XRapid. И плюс дело не только в конкуренции, дело в том, что компания не тратит средства, огромные средства на комиссии. То есть это большой плюс для компании. Скажем, не надо, там было 67 долларов за 1000 долларов, да, перевода. А если здесь будет 15 долларов, и компания все равно будет в плюсе, это лучше, чем, и это намного конкурентоспособное поведение, чем компания, которая остается на 60-70 долларов комиссии и не работает с Ripple. Так вот, компания Ripple, мы часто слышали, да, что более 200 партнеров уже есть в сети Ripple. И многие все время не понимали, почему, если есть такое количество компаний, почему ничего не происходит с прайсом XRP. Смотрите, все хотят, вот и Джек Ма хочет, и Йошита Китао хочет, все большие люди, но там еще у нас есть Golden Saks, но об этом поговорим попозже. Они все хотят, чтобы цена XRP выросла. Но для того, чтобы цена выросла, нужно, чтобы все эти 200 клиентов перешли синхронно на использование XRapid и XRP. Итак, что я хотел сказать, что когда вы смотрите этот слайд, вы видите, что Ripple в первую очередь, они поставили то, что нужно XCurrent, мессенджинг-система. Второе. Что мы видели за все это время? Это, кстати, слайд 2017 года. А в этом году, в конце прошлого года, то есть 2018 года и 2019 года, мы что видели? Что Ripple соединяла и создавала каналы между Индией? Да. Мехико? Да. Филиппины? Да. Бразилия? Да. Плюс есть Саудовская Аравия и Канада. Но тут дело в том, что опять на это не обращают внимания. Как Ripple в 2017 году могла знать четко, какие страны будут первыми включены в список. Она могла знать только это в единственном случае, когда уже была изначально как договоренность. Потому что, смотрите, когда делаются такие презентации такими большими компаниями, эти презентации для очень влиятельных компаний делаются. И когда в этих презентациях любая иконка появляется, эта иконка или логотип, это завтра может поставить очень много вопросов, почему она была там. И мы идем для этого к третьему слайду. Мы видим тут логотип Amazon, логотип Uber. Ну, еще один. Вот об этом, об этих двоих я бы хотел поговорить. Смотрите, с одной стороны, Ripple как компания не имеет права использования логотипа других компаний, если нету четкого понимания, что это безопасно. А почему вот это безопасно? Потому что SoftBank купили 15% Uber. Теперь вам должно быть понятно, что каждая иконка, которая будет в презентации Ripple, оно безопасно там находится. Есть огромное количество информации касательно связи Amazon. об этом будет другое видео. Вот это видео я хотел конкретно, чтобы вы понимали, что SPI это не какая-то такая отделенная от всего мира японская компания. Нет. Это SPI, это SoftBank Investment, которая создает огромнейшую инфраструктуру всех типов финтек-компаний. и не только компаний, но и приложений, к примеру, таких как продажа и покупка фичерсных контрактов. То есть, они покупают все, и эксчендж, и кошелек, и перевод средств. То есть, они инвестируют во все возможное, чтобы, как я уже сказал, иметь доминированную позицию через несколько лет. и то, что Ripple будет использоваться в Uber. Да, будет. Те, кто продвигает Ripple, они купили 15% в Uber, и то, что логотип Uber здесь не по случайности. XRP будет использоваться в Alibaba? Да. XRP будет использоваться в Alipay? Да. Потому что Джек Ма, директор SoftBank, тот же, который владеет SBI Holding, SoftBank Investment Holding. И в конце хотел сказать, что, к примеру, Goldman Sachs, ну вот, что еще делает картину SBI более красочной, это то, что SBI продали 19,2% SBI Holding Goldman Sachs. Друзья, это информация, которая, я как инвестор, я слежу за такими информациями, и все большое количество моей времени я трачу на нахождение таких связей, что и дает мне понимание той картины, которая происходит, а не то, что нарисовывают медиа. Да? потому что медиа несколько, еще очень долгое время будут нарисовывать, что Bitcoin, Bitcoin Cash и Litecoin это будущее, как я уже говорил об этом. Спасибо всем, увидимся. субтитры создавал DimaTorzok